Из них пахотных земель 2300 гектар. Ну и в этих пахотных землях 54% составляют зерновые культуры. Мы сеем зерновых 1250 гектар, потому что это товарная культура, за которую мы реализовываем, получаем деньги. Поэтому основная ставка у нас ставится на зерно, на получение зерна. Ну и кормовая в то же время она культура, зерновые эти. Так, по голове коров, крупная рогатая скота у нас 2000 голов, из них 550 коров. В основном все у нас производство сконцентрировано на центральной усадьбе, вот здесь в Осташковичах. Ну и у нас еще два отделения небольших таких, Славань и Карповичи. Там у нас по 300 голов телок мы содержим только. А здесь у нас и дойное стадо, поселена здесь. За два года мы построили, вот за последних два года, прошлый и за прошлый год, 20 домиков для своих рабочих. Это 10 домиков в Осташковичах, 10 в Славани. У Карповича у нас как такового строительства пока нет. Да, к сожалению, нет. Да, к сожалению, нет, потому что у нас осташки. У всех работающих у нас в Савхозе 200-14 человек. В те годы, конечно, получала хорошая прибыль, были. Ну, последние годы, вот это финансовое положение немножко сложное у нас, но все равно, как бы там ни было, мы каждый год все равно срабатываем с прибылью. Хоть небольшой, но у нас всегда есть прибыль. Ну, все у меня, что можно и что. Средняя зарплата на годы. Средняя зарплата невысокая, я бы сказала. У нас средняя зарплата 107 тысяч рублей на сегодняшний день. Это над этих 214 человек, да? Да, но это средняя каждого. Ну, если так образно сказать, то у нас средняя, вернее, заработная плата в структуре, вот в реализации составляет 38%. Раньше у нас было овцеводство, очень большое было, доходили у главоголовья до 7 тысяч голов. Но когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, шерсть способна накапливать вот эти радионуклиды, и нам просто-напросто пришлось сбить эту отрасль, покрыть. Значит, новое, и в экологии, и в том числе в сельском хозяйстве, что применяется из этого? Из новых передовых технологий, может быть, какие-то, то, что не делает никто другой? Ну, новые технологии у нас, конечно, мы первые в районе начали вот это производство кукурузы на семена. У нас практически в районе никто ее не выращивал. До нас это немножко занимался совхоз Полесский там, но что-то у них тоже особо не получилось. Ну, у нас тоже. Мы сеем всегда 70 гектар семенной кукурузы, ну и где-то вот 250 гектар у нас на кормовые цели кукуруза с подсевом амаранта. Вот амарант у нас растет вот здесь на Клумбе. Это очень ценная кормовая культура. Считается в ней очень много белка, поэтому мы ее на кормовые цели кукурузу как такову одну не высеваем, а с подсевом вот этого амаранта. Это хозяйственная производство. Вот это у нас будет кукурузная сушилка, если вы хотите посмотреть. Она, конечно, тоже не из новейших. На топливе работает, на дровяном перевели. Раньше она была на дес топливе. Но жизнь заставила. Но жизнь заставила так, что очень дорого, поэтому переделали все эти топки, работает она на дровяном. Галина Ивановна, пожалуйста, послушайте. А директор школы, наверное, лет 20? Я говорю, чтобы повезло на людей, в том числе и на руководство этой школы. И эта школа тоже уникальная. Вы посмотрите на территорию. Вот первый взгляд. Цветы прекрасны. Вы скажите, в Минске такие вот дворы есть или в Гомеле? Даже в Гомеле не знаю. А вот здесь вот вы можете найти. А еще вот то, что она расскажет. Вот посмотрите. Вот это, это монетный двор у них вот там рядом. Ну, пожалуйста. Уважаемые гости, в школе у нас учатся. В прошлом году учатся 134 ученика. Это дети ходят к нам в деревне Славы, в деревне Карповичи и в деревне Осташковичка. Мы в деревне детей собираем наши школы. Учебный процесс организуют 20 учителей. Из них 6 учителей приезжают с города Путиклорусска. Конечно, это им накладно. Однако, в связи с тем, что в деревне как-то молодежи маловато, и вот профессия педагога, ну, она хорошая профессия, однако оплачивается не очень хорошо. Поэтому молодежь не стремится. Да, молодежь не стремится идти в эту профессию. Поэтому приходится приглашать нам преподавателей из города. Работает у нас группа продленного дня. Питание мы осуществляем в школьной столовой. Для того, чтобы дети получали хорошее питание, нам помогает Славкостка Сташковичева. Мы думаем, что в школьном столовой. Она здесь вечерняя вечерняя вечерняя. Поэтому, вот, все для нас, все в отпуске. Поэтому, вот, немножко я вам расскажу. Здесь все те разделы в нашем участке, которые требуются по науке. Поэтому мы сейчас и посмотрим. Здесь посоль своя. Вот растет морковь, свекла. Даже мы выращиваем арбузы. Да, есть арбузы. Правда, ну, они вызрали, правда, их украли. Два штуки. О том, что там, на кафе ложь. Это для того, для чего вы их высаживали? Для того, чтобы дети наши знали, какие есть растения, что они с собой присаживали. Так вот это. Где вы его взяли для начала? Я первый раз. Где мы взяли? Мы покупаем, где-то обмениваем. Нет, я имею в виду, это местное растение, или вы как бы оранжерею. Да нет. Это местное растение. Что там у меня в Белоруссии? Я понимаю. Я... Белоруссии? Белоруссия. О, ха-ха. Так что, в пустующее место посадили лекарственные уже пустарники и деревья. Ребята, профилактический отвар давать раз в неделю. Здесь музыка, буфеты, флаги, болельщики. Ну, просто праздник для души. Ну, вот справа, когда мы готовились к отражению внешнего врага, этот мир у нас навеки построят. Там мы мощнее. Там зайдем. Там мы живем. Слушайте, не нужно альфон. Здесь, там, подряд. ПЕСНЯ 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 Пять Шесть Семь ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok